Что меня откровенно возмутило, когда спросили мое мнение о этом фильме, вы знаете, да, Стивен Кингтон, оно. Я когда-то первый вариант видел в Европе, тогда это было тоже возмущение у нас, ну как это, как это можно покушаться на святое, чего нельзя делать. Этот символ нельзя трогать, понимаете, потому что я знаю, что дети, лет до 12, вот эти дети, они клоуна считают своим самым близким, самым верным другом. Они родителями так не делятся, как делятся с клоуном. И когда клоун говорит ребенку, а знаете, я по себе знаю, вот это хорошо, вот это нельзя, надо кушать, надо лекарство пить, надо заниматься, или там что-то говоришь ему, не надо обижать собачку. Вот когда говоришь ему, что не надо делать, и он это не делает, потому что клоун попросил, а мы клоуну верим. Я не против этого фильма, пусть он идет, только чтобы он был недоступен, мне все равно, где и что, и как. Потому что есть возрастной ценз, у фильма стоит метка 18+, никакой ребенок его просто так без разрешения родителей не посмотрит. Кто вам сказал? Я высказываю свое мнение, что рейтинг какой, чем больше мы будем это акцентировать, тем больше его будут смотреть. Найдут они где смотреть. Так фильмов с рейтингом 18+, множество, стоит не выходит. Да я не против ужасов, я против персонажа, которого взяли, понимаете, вы дискредитируете символ детства. Дискредитации символа или против того, чтобы дети на это смотрели? Я против того, у нас что, ужастиков мало? У нас ужасов, смотрите, через каждые 5 минут. Но я против того, чтобы брали маску клоуна, образ клоуна, который так дорог и детям. Пока что мне интересно ваше мнение. И как на это реагируют? Что-то будет, если будет тогда, если поднимется общественность, если поднимутся родители, тогда будет обращение, скорее всего, в министерство культуры. Как-нибудь отнестись в защиту наших детей. И у нас, я не думаю, что очень многое страна потеряет, если этот фильм будет ограничен в доступе. Субтитры создавал DimaTorzok